Основная задача республиканского конкурса – выявление одаренных молодых людей, имеющих собственный взгляд на актуальные социально-культурные проблемы и способных находить их решения. Работу оценивала жюри в составе первого заместителя министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергея Назаревича, председателя комитета Народного совета ЛНР Дениса Колесникова, начальника отдела Министерства экономического развития Татьяны Проказы и декана факультета социокультурных коммуникаций ЛГАКи Елены Копичиной. Оценка конкурсных работ проходила в четырех номинациях – оригинальная идея проекта, глубина разработки идеи, креативность представления и социальная значимость проекта. Все работы были основаны на реальных проблемах общества. Ключевыми темами стали профессиональное самоопределение молодежи, экологическая ответственность, здоровый образ жизни, спортивный и культурный досуг. Хотя, как отметили организаторы, тематика не была задана, участников ориентировали на то, что они видят в жизни, именно это и должны показать в своих работах. Гран-при жюри присудила ученицы 11 класса Луганского высшего училища физической культуры Анни Бородаенко за проект, ориентированный на профилактику подросткового алкоголизма, наркомании и курения. Победителями стали проекты с такими темами – открытие центра занятости для подростков Луганска, с идеями создания хобби-парка, скейт-парка, новый вид активного отдыха для детей, организация площадок спортивного досуга. С экологической идеей наведем порядок в доме. Отметили члены жюри и работу 14-летнего учащегося Луганской школы гимназии в категории «Социальная значимость». Дмитрий Бордано создал проект под названием «Приют для бездомных животных» с основной целью призвать людей не быть равнодушными к животным. Мальчик признался, что будет и дальше заниматься этой проблемой и планирует, когда ему исполнится 18 лет, собрать команду и продолжить путь. Призеры конкурса получили дипломы и ценные призы. За первые места также были вручены памятные статуэтки с указанием номинации.